Здравствуйте, дорогие друзья! Вы никто не обратили внимания, как наша недельная глава перекликается с нашими днями? Обратите внимание, давайте вернемся к нашей главе. Что там происходит? Жили жители Израиля в Шитим, стал народ распутничать дочерями Маава, вместе трапезы делать, и прилепился. Израиль к Балпиору, такой был идол. Там ничего страшного надо было делать. Люди думали, что ничего страшного. Там просто естественные свои природные надобности надо было справлять на этого идола. Но на самом деле это идол. Написано, что конец был печальный. Возгорелся гнев Господа, наслал эту эпидемию. 24 тысячи человек погибло. Это отдельная тема про эти 24 тысячи. Они пересекаются еще с 24 тысячами три раза. Вообще в Торе все люди, они описывают одни и те же. Они возвращаются, возвращаются, души возвращаются. Это очень интересно. Даже хочется об этом как-нибудь поподробнее рассказать. Так вот, за поклонение Золотому Тельцу были наказаны 3 тысячи человек. Казалось, кара за разврат более суровой. И получается, такая должна быть, чем идолопоклонство. Что там так подошел там. Но этот отрывок указывает на одну особость отношений, которые были. Они ведь рекомендовали еврейских парней взглянуть на их идола, а потом немножечко там что-то сделать. И они хотели свободы. Свободы отношений, я знаю, трансвеститов, еще что-нибудь. Они говорят, что хочу, то и делаю. Что сказали? Собрались они, когда стало это несколько опасно, собрались у земли Бен Салуу, одного из лидеров в Израиле. И стали совещаться, что делать. И он сказал, слушай, я за легализацию, там, того и того. Давай я сейчас возьму девушку по имени Косби, дочь медианского правительства. Пришел и скажу вот так вот, Маше, а ну скажи мне, разрешена она нам или нет. Потому что если мне скажешь, нет, ты же сам женился много лет назад на медианке. И вот я буду открыто это делать, и тогда все будет в порядке. Мы все можем уже делать, что хотим. И все, он пришел, сказал, и все заплакали, написано, старейшины и Маше. Почему? Потому что они увидели вдруг человека дошедшего до высшей степени наглости, который видел Бога, который знает все, и вот такое творит. Мы с вами тоже иногда удивляемся. Во-первых, Маше женился на Цепоре до получения Торы, когда вообще об этом говорить смешно. Потомки Израиля вступали в брак с представителями любого народа. Потом она вместе с айвериями приняла на себя исполнение Торы и так далее. Короче, когда Пинкас увидел, что происходит, он взял, заколол их и так далее. Очень сложный поступок, к которому мудрецы относятся... Короче, это первый случай, когда мудрецы не оценили, или очень отрицательно оценили, а Бог сказал да. Вот такая вот интересная история. Говорит Медраж Пинкаса словами Мишлея, что гнев царя вестник смерти. Но человек мудрый может милости добиться. О чем разговор? Здесь такая притча короткая. Идет царь по улице, видит молодежь, группа толпится, и оскорбляет царя один. И тут вспыхивает царь, только решил покарать всю эту толпу. В это время один присутствующий отвешивает такую оплюху, и говорит, что ты негодяй говоришь, как ты можешь... Ну, соответственно, гнев царя утихает, он, если что, только накажет того одного, кто говорил. Нечто подобное происходило в описываемом эпизоде. Стали разворачивать мечеть евреи, посещать капища. Все молчат. Нашелся Пинкас, сделал то, что сделали, не о футих. Поэтому главное не быть неравнодушным. Не дай Бог никого не надо убивать, надо высказать свои отношения. Если ты совсем стоишь в стороне, если ты видишь, что творится, и просто ничего не делаешь, ну, к сожалению, ты попадаешь не в ту толпу. Давайте еще успеем, раз мы так быстро сделали. Есть потрясающая философская статья «Рабишный сон из Любавича» про нашу недельную главу. И он сказал одну интересную вещь. При шатрах написано, всегда имя Якова написано, а в обиталищах, что написано в обиталищах, это Израиль. В чем разница? В каждом одних, эти оба имена именуются еврейский народ. Но при этом Яков преимущественно та часть народа, которая большую часть времени работает, добывает хлеб насущный, и только небольшое время может посвятить Торе. Поэтому, когда идет об этих речи, говорится о Яков, что когда Израиль, это ученые раввины, преподаватели Торы, постоянно работающие, учащиеся, и для них изучение Торы, постоянный дом, это обиталище. Так вот, написано в комментарии Шнейрсона, что даже если любой малограмотный портной, или выдающийся физик, или кто там занимается, относится к категории Яков, отрывается от своих дел, и берет, слушает урок Торы, или учит Торы, или читает. Для Бога это равноценно радости от достижения великого раввина. И поэтому, именно когда это понял Белам, он восклицает, как хороши твои шатры Яков, не менее хороши, чем обиталище Израиля. Вот такое интереснейшее толкование. Прихавая слыха.